Одноклассники Маши и Савелий первый раз за несколько месяцев встретились. И то потому, что их попросила наша съемочная группа. Они, как и другие выпускники, учатся и готовятся к ЕГЭ дистанционно. Ждут, когда наконец объявят дату первого экзамена. Рассказывают, пока держатся, но нервишки иногда шалят. Безусловно, что говорить. Неизвестность всегда пугает. И от того, что в этом году должна была предрешиться судьба многих выпускников, я думаю, что это скрыть невозможно. И позавидовать нашей судьбе тоже мало кто сможет. Такого не пожелаешь по следующим поколениям. Я готовился, готовился долго. И сейчас тоже готовлюсь, не опускаю руки. Поэтому вряд ли именно перенос повлияет на сдачу экзаменов. Именно как я готов. В Министерстве образования региона нам рассказали, что официальных документов, где было бы прописано, что экзамены начнутся 19 июня, пока нет. Но то, что ЕГЭ будет в этом году значительно позже срока, это точно. И пройдет почти в привычной обстановке. Сдать выпускники смогут не только обязательные, но и необходимые для поступления вуза предметы. Никаких особых осложнений с проведением единого государственного экзамена мы не ожидаем. Наша задача сегодня провести его планово, в полном объеме, в соответствии с теми требованиями, которые предъявляют современные условия. То есть это санитарные правила и нормы с учетом сложившейся ситуации. Согласно последним поправкам, сдавать экзамен предстоит только тем, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Всем остальным просто выдадут аттестат. Между тем в вузах, например, техническом, несмотря на задержку старта ЕГЭ, приемная комиссия вовсю готовится к приему абитуриентов. 15 июня мы ждем абитуриентов. Ждем в формате онлайн, потому что в этом году вся подача документов будет вестись дистанционно. 24 апреля вступил в силу приказ Министерства образования и науки. Он предписывает, что все сроки окончания приема документов от абитуриентов будут завязаны на срок объявления последнего результата ЕГЭ по основной волне. Другими словами, если датой последнего экзамена станет, например, 1 июля, то с этого дня начнется приемная кампания во всех вузах страны. И в течение 23 дней у абитуриентов будет возможность выбрать учебное заведение. Как считают эксперты, решение принято именно потому, что дата экзамена пока не определена. Что определено точно, последних звонков в привычном режиме нынче не будет. Отменят, скорее всего, и выпускные вечера. Никита Ермаков, Александр Антропов. День с толком.